Непроходимая грязь от растаявшего снега, сухая прошлогодняя трава и открытое поле. Тренировки спецназа проходят в суровых условиях под палящим весенним солнцем. Здесь трудно расслабиться и нет возможности отдохнуть, хотя покой лагеря круглосуточно охраняют часовые. Дается команда в атаку вперед, скидывает автомат, продвигаетесь вперед, ведя огонь. У нас происходит заключительный этап подготовки военнослужащих в учебном периоде боевого слаживания отряда специального назначения перед бытием в служебную командировку на Северный Кавказ. Здесь у каждого свои обязанности. Водитель, повар, доктор – каждый выполняет свою работу, цель которой – помочь ребятам подготовиться к ответственной и тяжелой командировке. Доктор Сергей Вележанинов говорит, что залечивать травмы бойцов не приходится. Ребята крепкие, привыкшие стойко переносить любые удары и ранения. Тут важнее предостеречь от незаметных врагов – вирусов и клещей. Для профилактики всем бойцам военный доктор ставит прививку от гепатита. Для тех, кто едет на Северный Кавказ, это необходимое условие. Ребята подготовлены и специфика произведения такая, что изначально набираются люди уже с имеющейся подготовкой какой-то. Полигон, где разбит лагерь спецназа, так и хочется назвать богом забытым местом. Но о боге здесь вспоминают ежедневно. Отца Алексея Воронюка в тренировочном лагере хоть и выделяет форму одежды, но здесь его считают своим. В боевых командировках на Кавказе с бойцами он бывал не раз. И свою поддержку ребятам оказывает не только на словах, но и на деле. Для них, конечно, это все-таки вызывает какой-то стресс. И психологически, и физически. И моя цель, скажем, там хотя бы немножко находясь, помочь разгрузить вот это психологическое напряжение, которое возникает с этим. Чтобы, например, по психологии, чтобы человек не вошел в состояние стресса, им необходимо находиться, скажем, в таких командировках не более 45 суток. Но мы прекрасно понимаем, что это невозможно в наших условиях. Люди находятся значительно больше и работают на износ. Но они работают на благо государства. И моя цель, чтобы вот этот срок, 45 суток, как можно дольше увеличился. Увеличился практически на всю командировку. Чтобы снять вот это напряжение. Как говорится, на войне атеистов не бывает. И поэтому помощь духовная, вера в себя, придание сил, она идет существенно именно от церковных работников, церковных служителей. Элементарная сила духа, она имеет, скажем так, свойство нарастать и так далее. При каких-то ситуациях, при каких-то определенных условиях настрой дух как бы падает. А именно вот правильное объяснение со стороны батюшки, как бы поверить в себя, какие-то приобрести духовные именно силы. И тут именно, скажем так, психологическая направленность идет на поддержание силы духа, настрой на каким-то действиям конкретным, решительным и так далее. В командировке происходят две смены на полгода. Каждая смена по три месяца. Сложностей очень много возникает. И как бытовых, так и выполнение определенных задач. Роль, конечно, церкви, священника, ну в какой-то степени важна, что сейчас роль церкви, можно сказать, упущена в некоторой степени. А священник регулярно приходит, проводится с ним беседы, участвует. Вот, значит, недавно было вручение нового боевого знамени, участвовал на, соответственно, на праздниках, поздравляет, то есть беседует с личным составом. Ну, какая-то поддержка есть, конечно. Вопреки распространенному мнению, вера в Бога появляется не только там, где человеку грозит опасность. Самая искренняя вера поселяется в чистой, открытой душе, где не успели прорасти зерна страха и сомнений. Вы знаете, вот, если духовное, духовное описание, скажем, это дети. Это настоящие дети. Вот они, у них вера, как у детей, самое, что ни на есть, вот, святая. Они не развращены вот современным таким вот влиянием потребительской цивилизации. Вот. Они четко знают, что нужно служить Родине. Что такое Родина, они знают. Что такое приказ, долг. От войны к войне служишь ты стране, доверяя жизнь Богу и судьбе. Неспокойно бьется ты опять, не спишь в груди сердце, на спине летучая мышь. Ты военная разведка, ошибки крайне редки, уже не детки, но родные и близкие. Как стальные псы, сердцем босинка, ты уже привык, не дрожит рука, но душа дрожит, когда дома ждут. Вы посмотрите, вот, есть ребята, которые, ну, мальчишки совершенно, но они внутри кремень. Это вот процесс отбора, который человек, который, ну, не сдастся ни в какой ситуации. Кремень. Отправляться в командировку без веры в успех, значит проиграть бой до начала сражения. Отец Алексей уверен, что сражение этих ребят уже выиграно. Сейчас главное сохранить в бою бодрость духа и искренность веры.